МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день Конституции. Основной закон государства 21 год назад приняла Верховная Рада. Утром украинцев поздравил президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По случаю праздника глава государства заявил, уже готовится проект изменений в основной закон. И одно из главных изменений – норма о снятии депутатской неприкосновенности. Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам про такой анахронизм, как депутатская недоторганность. Соответственно, мой проект изменений к Конституции готовый. Он требует политической воли от народных депутатов. Раз и не всегда равняй себя в правах с гражданами Украины. И к теме депутатской неприкосновенности и, возможно, депутатского лоббизма. История в Кировоградской области. Здесь развернулась битва за землю между двумя фермерами. Но уже по классической схеме, с привлечением охранников, добробатовцев, и не исключено принезримой причастности парламентариев и чиновников. Выяснение отношений завершилось массовым побоищем наемников с правоохранителями. О локальном конфликте, за которым могут стоять люди из высоких кабинетов, в материале Елены Брынзы. Это контора фермерского предприятия «Нива-2010» в селе Бережинка под Кропивницким. Два последних месяца здесь неспокойно. Предприятия не могут поделить старые и новые владельцы. И тот, и другой пытаются решать спор с помощью наемных бойцов. Два дня назад сюда от имени нового хозяина приехали три десятка спортсменов занять контору. По некоторым данным представители охранной фирмы под контрольной нардепу от Народного фронта Юрию Березе. Их остановили сначала местные жители, дальше полиция. А вот старый владелец призвал на помощь членов общественной организации «Донбасс». Их общение с полицией закончилось бойней. Командир Донбасса заявляет, что сюда их позвали местные жители защитить от рейдеров. Поэтому они не подчинились требованиям полицейских покинуть село. В рядах донбассовцев 25 пострадавших. Все ветераны АТО. О поведении полицейских рассказали и местные жители. Сегодня успокоить селян пытался главный полицейской области. Но диалога не получилось. Услышав возгласы негодующих селян, Кандрашенко быстро уходит. При этом нас полиция уверяет в ситуации в Бережинке, контролирует, но не уточняет, как собираются разрешить этот конфликт. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Сегодня страсти не улеглись. Люди грозят массовым пикетом. Что сейчас происходит в селе, узнаем у Елены Брынзы. Лен, здравствуй, расскажи о ситуации, чего требуют селяне. Сход в селе Бережинка продолжался почти весь день. Уровень негодования у людей зашкаливал. Главные претензии селяне предъявляют даже не к фермерам, из-за которых разгорелся конфликт, а к правоохранителям. Люди требуют уволить главного полицейского области Сергея Кондрашенко. Все подразделения нацполиции должны покинуть территорию села. Также участники акции требуют создать рабочую группу для привлечения к ответственности сотрудников силовых структур, которые превысили свои полномочия. В случае невыполнения этих требований люди пообещали инициировать неочередное заседание областного совета. На данный момент протестующие разошлись, но уже в эту пятницу планируют пикетировать Кировоградскую областную госадминистрацию. Мы продолжаем следить за развитием событий. Студия. Лен, спасибо тебе за последнюю информацию. На ситуацию сразу же отреагировали и нардепы. Парламентарий от БПП Валерий Карпунцов на своей странице в фейсбуке заявил, полиция в Кировоградской области действовала в интересах лиц, которые не впервые практикуют рейдерство. И призвал руководство страны жестко отреагировать на ситуацию. Вооруженные формирования, действующие под крышей правоохранителей и рейдеры, считают, что Карпунцов должны быть отправлены на передовую, а их руководство наказано. Другой нардеп Сергей Каплин также заявил, что сотрудники МВД и партия Народный фронт связаны с рейдерскими атаками. Он уже обратился в ГПУ и НАБУ с требованием расследовать ЧП в Кировоградской области. По его словам, охранная фирма «Борис Фен», подконтрольная нардепу-фронтовику Юрию Березе, пыталась прибрать к рукам фермерский бизнес. Забрать ферму планировали под дело в подписи и оформив липовый договор дарения. Действие Березе действует под прикрытием Авакова и других силовиков, в частности, в Генеральной прокуратуре Арсенея Яценюка, Турцинова, Пашинского и других. Не существует такой партии, как Народный фронт. Это ОПГ. Это оружие бандитское группирование, которое занимается рейдерством, от зимов, нападом на простых беззахистных селях, а теперь еще и бойцов АТО по всей країне. Я буду требовать, чтобы до тех 5 депутатов, которые хотят сняти на Татаркане, додали окремо Березу. Юрий Лусенко как раз анонсировал очередное представление на нардепа. Правда, имени не назвал. На своей странице в Фейсбуке генпрокурор рассказал, что представление о снятии неприкосновенности еще с одного парламентария уже на следующей пленарной неделе может быть внесено в Раду. Украинским спецслужбам удалось справиться с кибератакой вирусовымогателя Петя А. Киберполиции сообщили, все системы работают и в целом ситуация уже под контролем. Но все ли так благополучно, выяснял Александр Васильченко. В терминале международного аэропорта Борисполь. С утра яблок у них не упасть. Залы ожидания переполнены, очереди к регистрации тянутся почти с улицы. Из-за перебоев с рейсами люди несколько раз блокировали пункты погранконтроля. Говорят, внутренняя система аэропорта не работает уже почти сутки. Информ-табло отключены. Вместо них на регистрации только распечатки с номерами рейсов. Пассажиры жалуются, вылеты переносят, вынуждены ждать часами. Вот эта вот система тут электронная не работает абсолютно. Чувствуешь себя как на большом вокзале, типа рынка. Но когда вот табло будет висеть, бумажки висят, это некрасиво даже, несолидно. Во-первых, со слабого зрения не видно вообще никого. У меня сын вообще не видит ничего. Что? Куда? После обеда очереди в аэропорту уменьшились, но электронная система так и не заработала. Давать официальные комментарии администрация отказалась. Не на камеру сообщили, сбой в работе с кибератакой не связывают. Уверяют, причина техническая – из-за сезонного увеличения авиаперевозок. Тем временем в Харьковском аэропорту заявили, еще с утра с ручного режима перешли на электронный. Вроде бы все в порядке. Все прошло отлично. Быстро-быстро-дорегистрируйтесь. Вполне приемлемо. А вот крупнейшей сети харьковских супермаркетов повезло меньше. Там со вчерашнего дня часть мониторов на кассах с темными экранами. Исправить ситуацию программисты обещают к концу дня. Мы карточкой не смогли воспользоваться. Но пришлось искать наличные. Первыми, кто пострадал в нашей торговле, у нас оказались кассы самообслужения. На сегодняшний момент, как вы видите, они не работают. Поскольку они работали на самой современной операционной системе Windows. Устраняют неполадки после атаки во Львовской городадминистрации. Там пострадали пять компьютеров. Сегодня программисты возобновили работу всей системы. Установили новые антивирусные программы и дополнительную защиту. Уже после обеда в обычном режиме заработал сайт мэрии. Специалисты утверждают, что смогли сохранить архивы и важные данные. Ближе к обеду в Кабмине заявили. Вирус-вымогатель ПТА, который накануне частично парализовал работу госучреждений, ряда банков, интернет-ресурсов, телеканалов и торговых сетей удалось остановить. Стратегические предприятия работают в штатном режиме. Сейчас восстанавливаются утраченные данные. За последние сутки в вмешательствах компьютеры в киберполицию поступило более тысячи сообщений. Силовики открыли 23 уголовных производства. В правоохранительных органах говорят, сейчас ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Однако на странице в Фейсбуке профильного департамента сегодня появилось сообщение. Эксперты, которые якобы держат ситуацию под контролем, просят специалистов помочь в борьбе с вирусом-попрошайкой. Самостоятельно справиться с кибератакой такого уровня украинские силовики не смогут. Нужна помощь заграничных программистов. Наличие киберполиции, которая на самом деле в лучшем случае была сориентирована на борьбу с какими-нибудь порносайтами, еще что-то. Но это не тот уровень, в котором государство способно серьезно защитить себя против потенциальных кибератак. Без очень серьезной подготовки гадров с привлечением помощи наших партнеров в уровне Соединенных Штатов Америки, других спецслужб, Украина самостоятельно этой проблемы не решит. Дожидаться помощи киберполиции решили не все. 40 компаний уже перечислили 300 долларов в валюте биткоин интернет-вирусу Петя А. Это видно по интернет-кошельку вымогателей. Позже пользователи в соцсетях сообщили, ключ для расшифровки данных в ответ никто так и не прислал. Александр Васильченко, Галина Якушко, Лина Зеленска, Даниэль Косаковский, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. НАТО поможет Украине ликвидировать последствия кибератаки, а также защититься от нападений хакеров в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран Альянса. По мнению Генсека, глобальные кибератаки лишь подтверждают, что нужно усиливать кибероборону в мире. И НАТО активно работает над этим. НАТО оказывает Украине помощь в усилении киберзащиты. С этой целью был создан Трастовый фонд по кибербезопасности. Кроме того, кибератака, свидетелями которой мы стали, значительно повышает важность поддержки Украины, предоставляемой НАТО, укрепление ее киберзащиты, а также технической поддержки. Мы продолжим это делать. Это важная часть нашего сотрудничества. Расследование вчерашней масштабной кибератаки начали Соединенные Штаты. Задействованы ФБР и американские киберподразделения. Что известно американским спецслужбам и как последствия виртуального нападения оценивают в Европе. Об этом наши корреспонденты. Расследование, проводимое в Соединенных Штатах, будет очень серьезным. Ведь удар пришелся не только, скажем, по компьютерам американцев или серверам банков, но и по жизненно важной для стране инфраструктуре. Телеканал ABC выяснил, были атакованы компьютерные системы одной из атомных электростанций. И если бы защита не выдержала и работа операционных систем была нарушена, последствия даже представить страшно. Министр энергетики даже к прессе в этот день вышел на брифинг в Белом доме. Сказал, Америка будет срочно наращивать броню, защищаться от хакеров. Но кто они такие, в Вашингтоне пока не знают. Это киберпреступники, кибертеррористы. Они могли работать как на какое-то государство, так и самостоятельно, ну как одинокие рейнджеры. Но у нас пока нет оснований говорить, что за ними стоит конкретная страна. Ну а почему вирус-вымогатель настолько эффективен, выяснили журналисты газеты New York Times. По их данным, это не слухи, это правда. Хакеры действительно используют алгоритмы, украденные у американских спецслужб. Дескать, есть доказательства. В новой атаке использовался алгоритм, созданный Агентством национальной безопасности для борьбы с терроризмом. И в пакете АНБ был целый набор эффективных инструментов, с которыми теперь они якобы и сами справиться не могут. Но официально спецслужбы своей вины не признают. Великобритания тоже стала жертвой вируса-вымогателя. Больше всего пострадали рекламная компания WPP и дочернее предприятие датской транспортной компании Maersk. Подверглись кибератаке еще несколько компаний поменьше. Впрочем, Соединенное Королевство еще сравнительно легко отделалось. Здесь уже научены горьким опытом. Два месяца назад предшественник вируса PTA, программа WannaCry, заблокировала IT-систему сектора здравоохранения. С последствиями атаки разбирались еще несколько недель. Этот вирус очень похож на WannaCry. Работает точно так же. То есть распространяется благодаря автоматическому механизму, а не когда люди кликают на e-mail. И распространяется вирус молниеносно. Только за день зафиксировали как минимум две тысячи атак этого вируса. И он продолжает заражать компьютеры по всему миру. Но Израиль, похоже, оказался хакером не по зубам. Почему, расскажет мой коллега Сергей Ауслендер. Израиль гораздо меньше пострадал от вчерашних кибератак. Его службы кибербезопасности сумели нейтрализовать большинство угроз. Этой проблеме здесь уделяют самое пристальное внимание. Накануне премьер Нетаньягу встречался с представителями администрации США, курирующими вопросы нацбезопасности. Говорили о том, что развитые страны должны объединиться для борьбы с киберпреступностью. Создаются совместные американо-израильские рабочие группы, которые будут разрабатывать новые методы выявления киберврагов и заниматься мониторингом стран, демонстрирующих враждебное киберповедение. Сегодня происходит тотальная информатизация всего. Мы погружаемся в мир интернета и должны усиливать свою кибербезопасность. Это проблема любого правительства – защищать не только свои инфраструктуры, армию, но и бизнес. На встрече с американцами Нетаньягу рассказал, что Израиль практически каждый день подвергается десяткам массированных кибератак, под ударом банки, системы образования, энергетика и многое другое. В израильской армии уже несколько лет работают так называемые кибервойска, которые ведут войну в виртуальном пространстве. Спецслужбы еврейского государства сейчас разрабатывают стратегию агрессивной кибервойны. Она предусматривает не только оборону, но и наступление для того, чтобы нанести атакующим максимальный ущерб. Из Израиля, Соединенных Штатов и Великобритании Сергей Усленер, Дмитрий Анопченко и Светлана Чернецкая. Подробности – телеканал «Интер». Американский хакер Владислав Холубский, ранее устроивший в Штатах кибератаку, попросил украинское гражданство. Об этом сообщил один из интернет-ресурсов, ссылаясь на данные Малиновского райсюда Одессы. Власти США подозревают его в хищении и торговле секретной информацией. Благодаря этому он якобы заработал более 100 миллионов долларов. Задержали Холубского в Одессе в феврале этого года. Сейчас он под домашним арестом. Решение об экстрадиции в США Украина еще не приняла. Военная прокуратура разыскивает очевидцев теракта, в результате которого погиб полковник главного управления разведки Максим Шаповал. Всех, кому известны обстоятельства взрыва авто Шаповала, водители, видеорегистраторы которых могли зафиксировать события, просят срочно обратиться к старшему следователю. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос. И сегодняшнее происшествие, которое в ГПУ тоже назвали терактом. В Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. В машине было 4 человека. Один из них Юрий Возный. Он погиб на месте. Остальные находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. В спецслужбе заявили, что авто с сотрудниками наехало на мину. Но в Генпрокуратуре произошедшее квалифицировали как террористический акт. Военная прокуратура уже начала расследование. А в зоне АТО по-прежнему не соблюдается режим тишины. За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Впрочем, обстрелом подвергаются и мирные жители. Сегодня пострадал один из жилых кварталов в Красногоровке. Подробнее с линии огня Геннадий Вивденко. Как слышно меня сейчас? Доброе, я принял пресс. Как только утихают обстрелы, они восстанавливают поврежденные линии связи. Это так называемая полевка или полевой кабель. В руках тапик или проводной телефон. На фронте это до сих пор самая надежная связь со времен Первой мировой. Каждый день понемножку обстреливают, хоть и перемирие. Не настолько интенсивный обстрел. Но бывает прилетает что-то тяжелое. 82-е мины, когда 120-е. Потише, конечно, стало, но все равно. Курорт не наступил. День Конституции. Украинские бойцы на промзоне под Авдеевкой проводят на боевом дежурстве, а также заняты рытьем окопов. Здесь создана целая система вот таких вот укреплений. Утро. Температура уже выше 30. Защитники Авдеевской промзоны укрепляются. Пока позволяют жара и неприятель. Он здесь совсем рядом. Метра 200, 250. Когда без пилотников летают, мы, понятное дело, что не тупаем. Но они что-то бачат, что мы работаем. Реем пока есть возможность. Семи вечера противник провоцирует стрелковые бои. Днем слышно и видно, чем занимается с той стороны. Днем используется час, чтобы слышать, как они подрывают окопные заряды. Копают, укрепляют то, что у них было разбито под час боев. Да и сейчас, если взять бинокль, посмотреть, можно 2-3 человека вам показать группу, где они спокойно отдыхают на дежурстве и укрепляют напитки. До так называемого хлебного или урожайного перемирия бойцы бригады почти полностью разрушили первую линию обороны боевиков. Теперь противник бетонирует вторую. Робят добрее, укрепляют. В промзоне свое урожайное перемирие. Пристроили ящики от 120-мм мин. В зеленого лука собрали уже 5 урожаев. Взошла петрушка. Это урожай какой. Петрушка хорошая будет на уху. Геннадий Вивденко, Никита Исайко, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Россия открестилась от своего военного. В Минобороне РФ отрицают, что Виктор Агеев, которого взяли в плен 24 июня в Луганской области, действующий военнослужащий. Официальная позиция Москвы. Агеев прошел срочную службу и уволился из армии в мае прошлого года. Но мать бойца и его бывшие сослуживцы подтвердили российской службе BBC, что Виктор Агеев был контрактником. Об этом на своих страницах в соцсетях писал и сам задержанный, признавая, что он находится на оккупированной части Донбасса. Напомню, два года назад Россия открестилась от пленных спецназовцев Александрова и Ерофеева. Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2018 года. Это реакция Брюсселя на невыполнение Москвой-Минских соглашений. О каких именно санкциях идет речь и чем это может грозить РФ, расскажет Алексей Пшемызский. Он сейчас в Брюсселе. Послаблений не будет. Совет Европы единогласно продлил санкции против России. Они включают частичный запрет на торговлю между Россией и Евросоюзом. Полный запрет на торговлю в оборонной сфере и сфере высоких технологий. А также торговлю с оккупированным Крымом. Российские банки и дальше будут за бортом европейских финансовых рынков. А многим российским чиновникам придется по-прежнему откладывать поездки в Европу. ЕС продлил запрет на въезд для 150 высокопоставленных лиц. Среди которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Рагузин. Продлить санкции еще на прошлой неделе призвала канцлер Германии Ангела Меркель и новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон из-за невыполнения России в Минских соглашениях. Стоит отметить, что решение Совета ЕС появилось всего два дня спустя после встречи президента Порошенко с Макроном в Париже, на которой лидер Франции обвинил Россию в развязывании войны в Украине. Показательно, что ее прямую трансляцию в интернете с сайта президента Франции в России запретил Роскомнадзор. Но вот сегодняшнее решение Совета ЕС запретить удастся вряд ли. Санкции, которые уже обошлись в Москве в 17 миллиардов долларов, пока что продлили до конца января следующего года. И это решение станет одним из рычагов давления на РФ в преддверии очередной встречи нормандской четверки. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора пригласил своего американского коллегу в Париж. Он предложил Дональду Трампу и его супруге Мелании посетить ежегодный военный парад, посвященный Дню Взятию Бастилии. В этом году праздник также приурочили к столетию вступления США в Первую мировую войну. По информации источников из Елисейского дворца, американский президент пообещал дать ответ в ближайшее время. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Обыски по всем статьям СБУ и ГБУ. Снова пришли в Харьковский горсовет. Какие документы изъяли? Шпионский скандал. Что хочет знать турецкая разведка о немецких политиках? И какая информация просочилась в СМИ? Взятка в 3,5 тысячи долларов. В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали помощника начальника одного из райотделов полиции. Майор требовал взятку от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого при обыске. Вымогателя задержали прямо возле отдела полиции при получении денег. В Харьковской мэрии снова обыски. Следователи прокуратуры пришли в горсовет накануне вечером, несмотря на день рождения мэра. Геннадий Кернес с помпой отмечал 58-летие. Что искали силовики, расскажет Светлана Шекера. В Харьковской мэрии уже со счета сбились, сколько раз здесь побывали следователи генпрокуратуры в рамках кооперативного дела. В этот раз правоохранители пришли тихо вместе с сотрудниками СБУ. Как говорится, в официальном сообщении ведомства проводили проверку и фиксацию доказательств добытых следствием. Изъяли документы, взяли сведения о чиновниках, причастных к незаконному выделению земли. Генпрокуратура расследует уголовное производство сразу по четырем статьям. Мошенничество, растрата имущества и злоупотребление властью. Уже есть подозреваемые. В частности, вице-мэр Татьяна Авинникова, главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий и его заместитель. Отдельное расследование по кооперативной схеме ведет и прокуратура Харьковской области. Там у правоохранителей еще больший улов. Восьмиричной женщине, работник Харьковской области, начальник отдела, держрегистратор. Она подозревается в том, что региструвала так называемые псевдо-житлово-будивательные кооперативы, которым в дальнейшем, на безоплатной основе, выделялась земля. Напомню, Генпрокуратура расследует дело о незаконном выделении земли в Харькове. За шесть лет чиновники, в том числе бывший и нынешний мэр Михаил Добкин и Геннадий Кернес, раздали более 650 гектаров. И все своим людям. Создали 90 липовых кооперативов и выделили им бесплатно лакомые кусочки по всему городу, в том числе в центре и в лесопарке. В общей сложности нанесли городу убытков на 4 миллиарда гривен. Причастным к этой афере должностным лицам грозит до 12 лет тюрьмы. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. Стрельба в центре Запорожья. Около трех часов ночи патрульные получили вызов на бульваре Шевченко напротив мэрии. Неизвестные стреляют из белого БМВ. Копы попытались остановить авто, но водитель проигнорировал их требования. Патрульным пришлось гоняться за нарушителем по городу. Через несколько километров три экипажа патрульных все же сумели заблокировать беглеца. Во время обыска в автомобиле нашли патроны к пистолету Форд. Для выяснения всех обстоятельств 22-летнего водителя и его пассажира доставили в райотдел. На тот момент, когда патрульные находились на месте, под час поверхного взгляда пистолет в автомобиле не нашли. Лишь официальный дозволь на то, что у водителя есть оружие, но проверив автомобиль, ее там не было. В Одессе тоже стреляли. На Люсдорфской дороге вчера вечером произошел конфликт между водителями элитных авто. Тойота и Ягуар не смогли разъехаться. После словесной перепалки водитель Тойоты несколько раз выстрелил из травматического пистолета и ранил оппонента в руку. Пострадавшего госпитализировали. Полиция выяснила, он был в нетрезвом состоянии. Стрелка нашли. По его словам, он применил зарегистрированное оружие, защищаясь от водителя Ягуара, который бил ногами по дверям его авто. Дамбу на Днепре ремонтируют. Машины стоят в километровых заторах. Уже вторую неделю выезд из Черкассы провождаются автомобильными пробками. Ремонтные работы планировали заранее. Можно ли было избежать транспортного коллапса, выяснял Станислав Кухарчук. Колонна из сотен автомобилей ждет своей очереди, чтобы пересечь единственную в Черкассах переправу через Днепр. До начала ремонта движение на 13-километровой дамбе всегда было оживленным. Теперь машины пускают четко по графику. Лишь по одной полосе. С 6 до 9 утра и с 4 дня до 7 вечера. Пока машины с левого берега пересекают мост, на правом ждут. У многих водителей сдают нервы, едут в объезд. Ближайшие переправы либо в Каневе, либо в Светловодске. В любом случае крюк в полсотни километров. Богдан место в очереди занял за час до открытия дамбы. Я приехал в полпятого, стояла пробка и здесь, и там стояла. И пускали только одну сторону. За эти три часа всего лишь проедет, ну я не знаю, 2-4 раза туда-назад. Еще до начала ремонтных работ областные власти и вовсе планировали закрыть дамбу для проезда любого транспорта. График, по которому авто пускают, сейчас утвердили исключительно для пассажирских перевозок. И сняли ограничения для машин весом не более 5 тонн. Дескать, иных вариантов отремонтировать переправу нет. Да, это не сручно. Да, возникают проблемы. Но главная теза для всех мешков. С 60-х годов дамбу и мост капитально не ремонтировали. Из-за повышенной нагрузки переправа сыпалась буквально на глазах. Ее ремонт обойдется области в 240 миллионов гривен. Подрядчик пока проводит подготовку. Когда же начнутся основные работы, движение здесь на несколько дней будет остановлено полностью. В целом ремонт переправы может занять от 4 до 6 месяцев. Автомобилистам чиновники советуют подстроиться под график. Менять его пока не собираются. Либо пересесть на железнодорожный транспорт. На время ремонта дамбы пустили два дополнительных дизеля. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Трагедия, которая превратилась в рутину. Только за последние двое суток в Средиземном море береговая охрана и волонтеры спасли более 8 тысяч беженцев. Как выйти из миграционного кризиса? Об этом дискутировали депутаты в парламентской ассамблее Совета Европы. Подробности в нашем материале. Теплая погода, спокойное море. Лето – самая активная пора для беженцев из Африки и Ближнего Востока. Как и для спасательных служб. Вот корабль Международного Красного Креста доставляет несколько сотен мигрантов на Сицилийское побережье. Это часть многотысячной группы беженцев, которые еще в конце прошлой недели отправились в путь из Ливии. Далеко не всем повезло добраться до цели. Тела тех, кому это не удалось, возле Ливийского побережья ищут волонтеры. Мы начали доставать тела сразу же, как получили сообщения от Ливийской береговой охраны. Операция стартовала еще в воскресенье и продолжается до сих пор. Сегодня достали 24 тела. Было невероятно сложно из-за особенностей ландшафта. Миграционный кризис – одна из главных тем летней сессии ПАСЕ. Многие депутаты согласны. Эта проблема со временем будет лишь усугубляться. Ассамблея уже не раздавала рекомендации по урегулированию этого вопроса. Но, несмотря на усилия, это до сих пор один из самых серьезных вызовов для Европы. К тому же к проблемам размещения и финансирования добавляется еще одна – защита прав миллионов прибывших из стран Востока и Африки. Со специальным обращением по этому вопросу в ПАСЕ выступил генсек Совета Европы. Мы не можем справиться с проблемой беженцев. У нас нет полномочий для этого. Но то, что мы можем и должны сделать, это добиться того, чтобы у мигрантов были определенные права на континенте. Как только они ступают на европейскую землю, то попадают под юрисдикцию наших государств. Также в ПАСЕ беспокоены тем, что все чаще стали фиксировать случаи проявления ксенофобии по отношению к беженцам. Депутаты настаивают – мигранты не представляют опасности для европейцев и могут способствовать развитию стран ЕС. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Во время антитеррористических рейдов в Европе задержали шесть сторонников террористической группировки «Исламское государство». Правоохранители выследили четверых подозреваемых в испанском городе Пальма-де-Майорка. Еще двоих задержали в Великобритании и Германии. По словам следователей, все шестеро были частью ячейки ИГИЛ. Они проводили встречи с молодыми мусульманами и уговаривали их отправиться в Сирию и Ирак, чтобы вступить в ряды «Исламского государства». Кроме того, вербовщики якобы снимали видеоролики, в которых прославляли джихад и поддерживали атаки террористов-смертников в Европе. На этом видео их и опознали. Очередной скандал между Германией и Турцией. На этот раз шпионский. Кто за кем следил и с какой целью, расскажет Татьяна Лагунова. Немецкие политики в фокусе турецких спецслужб газета «Дивельт» сообщает. Анкара собирает информацию о депутатах Бундестага или, другими словами, шпионит за ними. Интересует турецкую разведку прежде всего парламентарии, которые работают в комитетах по вопросам внутренних дел внешней политики и обороны. Кто поделился с журналистами этой информацией, как удалось разоблачить шпионов, да и сколько политиков находятся под слежкой, издание не сообщает, ссылаясь на конфиденциальность информации. Но по данным «Дивельт» речь идет о десятках влиятельных депутатов Бундестага. И якобы сами эти политики уже предупреждены о том, что за ними внимательно наблюдают. Сотрудники федерального ведомства по уголовным делам Германии на днях провели встречи с парламентариями. И разъяснили, как защититься от слежки и обезопасить себя. Не прямо, но косвенно информацию «Дивельт» подтвердили и правоохранительные органы. Дескать, защита депутатов Бундестага – одна из главных задач ведомства. И консультации на тему безопасности с депутатами действительно проводились. Немецкие политики тем временем уже призывают Ангелу Меркель поднять этот вопрос на переговорах с президентом Турции Эрдоганом. С ним канцлер встретится уже на следующей неделе. На саммите Большой Двадцатки в Гамбурге. В шпионаже немцы подозревают Анкару уже не в первый раз. Федеральная прокуратура страны еще весной начала расследование против неизвестных сотрудников турецкой разведки. Им вменяют слежку за сторонниками проповедника Гюлена, которые проживают на территории Германии. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Пластырь от гриппа – десерты для интернет-троллей и собачьи средства для укрепления брака. Об этом и не только в нашем обзоре. В США создали пластырь от гриппа. Сейчас он проходит серию клинических испытаний. В будущем сможет заменить традиционные уколы. Когда пластырь приклеивают, микроскопические иголочки вводят вакцину под кожу. По мнению разработчиков, новинка может помочь при массовой вакцинации в бедных странах, а также людям, испытывающим страх перед инъекциями. В продаже изобретение может появиться уже через несколько лет. Мэром американского городка Рэббит Хэш в штате Кентукки стал пёс по кличке Брюн. Трёхлетний питбуль на местных выборах набрал больше трёх тысяч голосов и обошёл кошку, курицу и осла. Правда, сами выборы были шуточные. Городок слишком мал, чтобы иметь собственного мэра. Скорее, это просто благотворительная акция. Каждый, кто хочет проголосовать, должен отдать доллар на нужды города. В этот раз средства пойдут на восстановление магазина пострадавшего от пожара. Ваш брак трещит по швам. Укрепить отношения помогут фотографии пёсиков. В этом уверены американские психологи. Они провели эксперимент почти с сотней супружеских пар. Им предложили оценить уровень своих отношений до и после просмотра смешных фото с собаками. Выяснилось, что после ознакомления со слайдами большинство пар заявили, семейной жизнью довольны, а мелкие неурядицы в итоге лишь укрепляют брак. Здание на Таймс-сквер в Нью-Йорке облепили почти 30 тысяч пчёл. На место вызвали пчеловодов. Они призвали не поддаваться панике. В отличие от оз или шершни, медоносные пчёлы не нападают на людей. Поэтому бояться нечего. Насекомых собрали с помощью специального пылесоса, а потом поместили в улья в одном из городских парков. В Нью-Йорке кондитер начал готовить десерты для интернет-троллей. Девушка выкладывает сверху на тортах неприятные комментарии, которые оставляют под постом жертвы. Обидчику привозят домой пирожное, а на нём, к примеру, можно прочесть. У тебя ужасная прическа. Стоит такая услуга от 30 до 50 долларов. Предприимчивая девушка по совместительству возглавляет детективное агентство. Поэтому уверяет, от неё не скроется ни один злобный интернет-тролль. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин